Добрый день, в эфире Рявунг ТВ. У нас в гостях главный редактор информационно-аналитической газеты НОФК «В чек» и новостного портала «Новости НК» Григорий Юрьевич Анисунян. Добрый день, Григорий Юрьевич. Здравствуйте. Спасибо, что приняли наше приглашение. Григорий Юрьевич, в следующем году Ваша газета НОФК «В чек» будет отмечать свое 25-летие, 25 лет, как она уже издается. Как Вы оцениваете, насколько печатная пресса, Ваша газета продолжает быть востребованной, ее роль среди армянской общины, насколько она широко распространяется, читается? Здравствуйте, спасибо за приглашение. Во-первых, хочу сказать, что 25 лет — это такая, можно сказать, отправная уже для нас точка, с которой мы начнем, может быть, новую жизнь газеты. О чем я хочу сказать? Хочу сказать, что мы до сих пор выходили в печатном издании, и у нас есть и сайт газеты НОФК «В чек». Но дело в том, что многие ушли в интернет, читают сайты, и все меньше и меньше интересуются печатным изданием. Но это не значит, что печатное издание не востребовано. Есть масса людей, которые привыкли за чаще чай кофе полистать газету. Вот этот запах бумаги и печатной типографской краски воспринимается у них как такая ностальгия, может быть, по достоверной информации. Потому что сегодня информация, которая существует в интернете, она часто бывает недостоверной, к сожалению. А вот печатное издание, оно более ответственно, так как есть такая поговорка, что написано «Пером-то не вычеркнешь топором», по-моему, так. Поэтому к печатному изданию относятся более серьезно. Насчет распространения, я хочу сказать, что распространится газета по всей России, ну и в Армении она присутствует, присутствует она и в некоторых странах бывшего Советского Союза. То есть за эти 25 лет газета приобрела своего читателя. Ну, у нас общественно-политическая газета, поэтому сегодня Армения сама и весь регион находится в таком политической буре, можно сказать. Поэтому новостей и аналитических материалов хватает. И хватает тех авторов, которые хотят и могут профессионально представить регион для читателя за пределами Армении. Это авторы не только из Армении, но и из самой России, из Москвы, из других регионов. Ну, конечно, мы рассказываем и о тех наших соотечественниках, которые проживают во многих странах мира, в том числе за пределами, так сказать, бывшего Советского Союза. В будущем году, в августе будущего года, мы, надеюсь, отпразднуем 25-летие и будем думать, в каком формате продолжать нашу деятельность. Насколько вы активно поддерживаете связь с армянскими государственными структурами и с российскими государствами? Насколько они активно участвуют в поставке информации? Как это происходит? Ну, в основном, если говорить о государственных структурах России, у нас представлены многие депутаты Государственной Думы, выступают со своей позицией. Ну, очень активно мы сотрудничаем с Константином Федоровичем Затулиным. Есть другие депутаты Государственной Думы, которые с удовольствием сотрудничают с нами. А вот такая прямая связь с государственными структурами, у нас такой связи нет. И я думаю, что она, так сказать, нет такой необходимости. Мы независимые издания, поэтому здесь... Что касается Армении, на протяжении 24 лет мы сотрудничали с отдельными министерствами. Это Министерство диаспоры, Министерство обороны, Министерство культуры. Но, к сожалению, в последние годы, вот последние 3-4 года, эта связь, она нарушена. Нарушена, потому что сегодня не существует Министерство диаспоры, к сожалению. Министерство обороны имеет свои очень большие проблемы. И оно, как бы, так сказать, организация, можно сказать, такого закрытого типа. А Министерство культуры, по-моему, культурой сегодня занимаются очень-очень слабо. Поэтому и культуры, как таковой, нет, которую можно представить. Хотя есть масса материалов, которые идут с тех мероприятий, которые проходят в Армении, благодаря тем еще лицам, которые хотят, чтобы армянская культура не умирала. То есть это я имею в виду и оперный театр, там Константин Урбелян, который сделал очень многое, кстати. И мне кажется, что очень к нему отнеслись очень недобросовестно. Это и театр, многие театры, которые работают. У меня хорошие дружеские отношения, например, с председателем Союза театральных деятелей, Леокопом Казанчаном, который очень много сделал и делает для пропаганды армянского театра за пределами Армении, ну и, конечно, в самой Армении. Вот такие связи есть. Они есть, они существуют, но, к сожалению, сегодня вот у нас вот эти связи с министерствами, с которыми были, они разорваны. Надеюсь, что когда-нибудь это восстановится. Вот, издаваясь в России, ощущаете ли вы на себе какое-то давление информационное либо вот со стороны азербайджанского лобби? Насколько вы свободны в своих высказываниях? Вы знаете, этот вопрос, конечно, спасибо за вопрос, он такой объемный, и однозначно на него ответить очень трудно. Со стороны власти нет никакого давления, не было и, надеюсь, не будет, потому что мы, это пророссийское издание, пророссийское издание, пророссийское издание, и все, что касается армяно-российской дружбы и сотрудничества, мы стараемся представить на страницах нашей газеты. Что касается третьих, так сказать, сторон, заинтересованных в том, чтобы мы были менее активны, это есть, это было, есть, думаю, и будет. И здесь ничего не поделать, здесь нужно только четко работать и, так сказать, перешагнуть через те трудности, которые они стараются, те барьеры, которые стараются возвинуть перед нами. Ну, я имею в виду даже не только наших, так сказать, в кавычках, добрых соседей, но и иногда из самой Армении мы получаем такие, знаете, уколы в спину. Например, мы опубликуем или в газете, или на сайте то, что не нравится сегодня, например, власти, и сразу получаем из Госкомнадзора какое-то замечание или, наоборот, какую-то претензию, которая сказывается, вот на нашей работе мы вынуждены, значит, оправдываться, вынуждены отписываться, вынуждены иногда даже предстать перед, так сказать, судом, чтобы оправдаться в тех или иных, так сказать, высказываниях. Причем высказываниях не только наших, но и третьих лиц, которые там выступили на страницах нашей газеты. Так что есть это, это есть, это все вместе называется информационная война, в которой, к сожалению, армянская сторона проигрывает, проигрывала. И очень надеюсь, что этот проигрыш, когда-нибудь этому проигрышу придет конец, и мы выйдем, как бы, из этого тяжелого информационного состояния. Вот, задавая вопрос про сотрудничество с государственными структурами, немножко раскроем скобки. Мы с вами вот до начала интервью обсуждали, что во время вот 44-дневной войны вы сказали, что вот это общение с Министерством обороны, информация, которая оттуда поступала, она, в принципе, тоже, вы можете сказать, что она работала против армян, и из-за этого тоже мы, в принципе, проигрывали в этой информационной войне. Нет, я не могу сказать, что это было против армян, нет. Это была просто недостоверная информация, которая предоставлялась нам. Причем заранее, до, значит, вот сразу, как начались военные действия, мы получили такие письма от Министерства обороны Армении, что вся информация, которая поступает от третьих и других источников, значит, она может оказаться недостоверной. Поэтому просим вас руководствоваться только нашей информацией. Мы, как и многие, мне кажется, прислушались к этому, и вот на новостных особенно сайтах, ну, в газете нет, в газете больше, так сказать, аналитика, а вот на новостных сайтах мы размещали именно эту информацию, которая оказалась недостоверной. И во главе всего этого стоял, значит, руководитель информационной службы Министерства обороны Артуром Иванисиан, который сегодня, по моим сведениям, просто сбежал в Соединенные Штаты Америки и, можно сказать, избежал, так сказать, определенного наказания, потому что эта информационная война, о которой я говорил, он поддержал ее против Армении, то есть давая недостоверную информацию, когда там, например, сдавался какой-то город или какая-то территория, он говорил, наоборот, мы как бы выиграли, да, то есть эта информация приносила определенный вред нам, или наоборот, или наоборот. То есть информация была, ну, и такой недостоверной информации было очень много. И только мы об этом узнали только после того, как 9 ноября было подписано вот это... Соглашение. Это капитуляция, можно сказать, которая нанесла очень большой вред всей Армении и всем армянам мира, можно так сказать. И сегодня Артур Иванисиан, проживая в США, наверное, боится отвечать за свои поступки, и поэтому он там скрывается, я не знаю. Но придется когда-нибудь за это отвечать. Тем более, что подписание вот этого соглашения 9 ноября для всех было неожиданностью, именно из-за того, что мы не получали, общество не получало правдивую информацию, поэтому буквально общество было введено в шок. И вы считаете, что Армения проигрывает в информационном поле? В чем причина, что вот Армения проигрывает Азербайджан? Почему он впереди, если можно так сказать? Вы знаете, я на этот вопрос имею четкий ответ. Значит, проигрывает информационную войну не только сегодня, не только за последние три года, когда власть поменялась, а проигрывает на протяжении последних, может быть, 15 лет. Потому что Азербайджан уделяет этому очень большое внимание, финансирует, не только финансирует, но создает определенные структуры и так далее. А Армения и 5 лет тому назад, и 2 года тому назад, и 10 лет тому назад не обращает даже внимания на те структуры, которые уже есть. Я не говорю даже о финансировании этих структур, я говорю сейчас о том, чтобы обратить хотя бы внимание и сказать, знаете, дорогие наши соотечественники, вы вот это делаете хорошо, а вот это делаете неправильно. Мы просим вас пересмотреть вот то, то. То есть нет никакой координации, никогда не было. Никогда не было. То есть никогда не обращали внимания на это. И создавались здесь определенные информационные веревания, создавались определенные информационные структуры, которые работали на определенного или олигарха, или олигархической группы, или на, так сказать, на власть, или, может быть, даже на оппозицию. То есть каждый тянул отдела на себя, а вот об общеармянском информационном, так сказать, пространстве никто не думал. Что наоборот делалось как раз в пользу Азербайджана, они очень правильно все распало. Поэтому и в России, и в других странах, значит, общественное мнение, оно было, так сказать, выиграно ими, а мы вот только-только отбивались или как-то вот старались, старались хотя бы что-то противопоставить. Да, нам удавалось это делать, но это выглядело очень недостаточно, будем так говорить. Это мое мнение. Я не знаю, придет ли когда-нибудь такая власть в Армении, которая будет понимать значение и важность информационных служб и придать этому архиважное значение. Я считаю, что после военного ведомства на втором месте должно быть информационное ведомство, то есть информационная политика. Потому что если проигрываешь в информационной войне, то проиграешь и на поле боя. Вот говоря про власти, интересно, какова позиция армянской общины в России? Мы знаем, что во время революции в 1918 году многие представители, особенно московской общины, активно поддерживали революционеров и представителей нынешней власти. Изменилась ли вот эта позиция после войны и перед выборами? И как община восприняла результаты последних выборов Армении? Знаете, на этот вопрос есть, так сказать, неоднозначный мой ответ. Первое. Я не согласен с тем, что многие поддержали. Да, были представители общины. Вообще, как таковой российской общины, единой, да, такой общины с единым мнением, такого понятия нет. Значит, сегодня в России проживает более 2,5 миллионов армян. И каждый армянин – это отдельная единица со своим мышлением и со своей позицией. Поэтому говорить, что больше было одних и меньше других сейчас очень трудно. Но общество было разделено на три части. Первая часть – это поддержало революцию. Я не думаю, что их было более, чем тех, которые, наоборот, восприняли это негативно. То есть, насчет количества – трудно сказать. А вот насчет того, что были те, которые поддержали, были те, которые против – это точно. И были те, которые были против и тех, и других. Я думаю, что так же, как и в Армении, точно так же, значит, силы были расположены, вот такие мнения были и в Армении. Так же разместились, да, вот эти силы. Теперь, после войны. Да, я лично знаю людей, которые после Второй Карабахской войны изменили свое мнение, имели это мужество изменить свое мнение и сказать и признаться самому себе и своим близким друзьям и знакомым всем, что да, мы ошиблись, мы неправильно оценили приход к власти новых сил. Но есть люди, которые боятся признаться в ошибках. И сегодня продолжают, так сказать, вот поддерживать, вот, так сказать, можно сказать, поражение Армении. Я считаю, что человек, который возглавлял государство и потерпел поражение, он должен просто уйти без всяких революций, без всяких эмоций, без всяких, потому что, ну, ты проверил, это исторически так сложилось. Когда идет, значит, течет вот это все по-другому, сценарию происходит, значит, в этом обществе, это общество не может начать что-то с чистого листа. То есть все остается так же. И вот это поражение, оно будет продолжаться. Это такая общая картина. Это такое мнение имею не только я. Я думаю, что все эти люди... И это не значит, что я конкретно против кого-то или за кого-то. Совершенно нет. Когда я говорю, что я за то, чтобы власть поменялась, все почему-то говорят, а, значит, ты за ту оппозицию, которая есть, или за ту... Нет, я не вижу, я не говорю, что я за кого-то конкретно. Вот когда был выбор, я считал, что все-таки те силы, которые объединились вокруг второго президента Роберта Кучаряна, они могут вывести Армению из того тяжелого состояния, которое сложилось. Вы имеете в виду 17 партий, которые тогда одним блоком после... Да, да, да. Я имею в виду, что вот именно второй президент может как бы... Но это не значит, что я такой, знаете, ярый сторонник кого-либо. Нет, я просто вижу, что человек, который может сегодня вывести, вот он есть. Значит, нужно сегодня отдать ему возможность, значит, исправить положение. Если этого не происходит, значит, все остается так, как было. А так было, а как было, разве это нам приемлемо? Вот такой вопрос. И второй, значит, ошибки, вот почему, всегда спрашиваю, да, почему все-таки проиграли и так далее. У меня есть свое мнение. Мне кажется, что личность Роберта Кучаряна и Сержа Саркисяна нельзя было сливать в единое целое. То есть это разные позиции, это совершенно люди и совершенно разными результатами, значит, работы во время той работы, которая... А народ воспринял их как одно лицо, то есть как единое целое. Я считаю, что это не так. И здесь была тоже большая, наверное, ошибка вот оппозиционных сил, да, которые были. Это вот насчет, насчет поствыборной, так сказать, ситуации. Что делать дальше, да, вопрос, что делать дальше. Дальше нужно сейчас как-то сконцентрировать силы, выйти из этого тяжелого положения, потому что сегодня власть продолжает... Меня очень волнует экономическое состояние Армении. Сегодня власть продолжает наращивать, значит, приобретение долгов. То есть долги уже превышают все те нормы, которые могут существовать для того, чтобы это государство могло продолжать свою жизнь. Завтра ничего не останется, что взамен будешь давать тем, значит, владельцам долгов нужно будет что-то отдавать. А что отдавать? Землю? Что отдавать уже территории? Что тогда будет? Значит, нельзя брать бесконечно, невозможно брать эти долги. Поэтому экономическое состояние сегодня очень тяжелое. И здесь вот именно с этой позиции нужно рассматривать, значит, сегодняшнее положение. По поводу результатов выборов, вы на днях участвовали в круглом столе, в конференции, которая была организована Евразийским экспертным клубом, как раз называлась «Поствыборная Армения. Реалии ожиданий». Там прозвучала позиция о том, что результаты выборов, ослабленная власть, она устраивает всех игроков региональных, которые заинтересованы в этом регионе. Вы согласны, что вот эта власть во главе с Николом Пашиняном устраивает? Вы знаете, лично меня это не устраивает. Но если люди проголосовали, значит, их устраивает. Мне кажется, что народ неинформирован. Неинформирован или недостаточно информирован для того, чтобы сделать правильный выбор. Потому что сегодня надо думать не о том, кто лучше, кто хуже. Может быть, для кого-то Пашинян, как человек, очень симпатичен, и наоборот, кто-то из оппозиции не симпатичен. Но здесь сегодня не с этой точки зрения надо рассматривать, а сегодня надо рассматривать, какую пользу может принести тот или иной лидер Армении. Сегодня Армения находится в тяжелом состоянии, а народ это не ощущает. Вот я общаюсь здесь уже более 10 дней, нахожусь в Армении, и я вижу, что народ не ощущает той опасности, которая существует на границах и так далее. Хотя ежедневно и по телевидению, и в прессе идет информация о том, что вот там стреляли в Ярасхе, там взяли в заложники, или в плен взяли еще, там какого-то военнослужащего армянского и так далее. Но почему-то все сваливают это на ОДКБ и так далее. Ну, ОДКБ не может отвечать за каждый выстрел или за каждого военнослужащего. Наверное, все-таки нужно иметь свои структуры, которые могут защищать и границу, и так далее. И потом, после всего того, что произошло в отношениях между ОДКБ и новой властью Армении, а что, чего ожидали? Ничего хорошего я лично не ожидал, к сожалению. Я очень сожалею. И сегодня, когда Владимир Владимирович Путин принимает Никола Вываевича Пашиняна и очень тепло принимает, это совершенно не значит, что эти отношения соответствуют тому уровню, который мы видим на экранах телевизоров. Нет. Я считаю, что это недоверие, которое было, оно сохраняется, опять-таки скажу это, к сожалению, оно сохраняется в российском руководстве. Просто президент России очень дипломатичный и очень опытный политик, поэтому он ведет вот именно такую политику, особенно с руководителем союзного государства. Ой, союзного, извините. С руководителем, значит, со стратегическим союзником. А вот насчет союзного государства я совершенно не ошибся. Вот как раз эта тема обсуждалась на том мероприятии, на котором я присутствовал. Это был экспертный клуб евразийский. И там многие эксперты, причем эксперты, я скажу, что, может быть, наилучшие эксперты сегодня, и в сфере политики, экономики, там, в других сферах были, значит, представлены на этой конференции, и они единым, можно сказать, почти единым голосом заявили о том, что, прямо заявили, что Армения сегодня не может существовать отдельно, вне союзного государства. То есть, и сегодня, значит, общество, мне кажется, общество еще недостаточно готово к этому. Поэтому вот эти организации, которые есть, в том числе этот Евразийский клуб и другие организации, они должны подготовить это общество для того, чтобы народ хотел этого союзного государства. А вот в армянской общине России, насколько эта тема вообще обсуждается, актуальна? Эта тема обсуждается, но так же, как в Армении, точно такое же общество и в диаспоре. То есть, там есть и сторонники, и противники. Наверное, нам тоже есть над чем поработать. И объяснить этим людям, что нужно сегодня для Армении, для того, чтобы Армения не только осталась или сохранила свою государственность, но и процветала дальше. В некоторых кругах действия России во время войны и в поствоенных уже развитиях, они расцениваются как недостаточно активные. Активные. Россию обвиняют в пассивности и в том, что она вообще позволяет Азербайджану все эти провокации на границах. Как вы считаете, насколько Россия выполняет свои стратегические обязательства, как наш стратегический союзник? Мы все время, мы армяне, привыкли на кого-то надеяться. Я считаю, что надеяться на кого-то не надо. Нужно, во-первых, построить четко свой план действий и уже договариваться дальше со своими партнерами, стратегическими союзниками и так далее, что делать дальше. Смотрите, никто не ожидал, что, я отвлекусь пока от вашего вопроса чуточку в сторону, никто не ожидал, что новый руководитель Ирана выступит с заявлением, что вот я признаю, так сказать, территорию Нагорного Карабаха в составе Азербайджана и так далее. В Армении это повергло многих в шок. Почему? Разве кто-то Ираном обещал что-то другое нам? Да, у нас очень хорошие отношения с Ираном, но Иран ничего нам не обещал. Или, значит, то же самое там с президентом, то есть с послом Греции, который приехал в составе делегации дипломатов в Шуши. Все ожидали, что Греция должна остаться, так сказать, так же, как и Франция. Франция, США и Россия отказались, послы отказались ехать, вот, и Греция должна была то же самое сделать. А что, Греция разве что-то обещала не делать этого? То есть вот эти ожидания почему-то, вот эти ожидания у армянского общества, оно преувеличено, они преувеличены, они нереальны. Нужно смотреть реально на вещи, ни на кого не надеяться делать самому. А, и одновременно строить отношения со своими стратегическими партнерами. Вот, теперь возвращаюсь к вашему вопросу. Я считаю, что Россия могла сделать большее, да. Но для этого нужно было, чтобы Армения сделала определенные шаги. Президент России дважды в течение 44-х дневной войны обратился к руководству Армении с предложением остановить на каких-то условиях определенных, остановить военные действия. То есть сдать вот эти пять районов, по-моему, это так было и так далее, и остановить военные действия. Тогда еще жертв было в два раза меньше, чем последующие жертвы, даже меньше, чем в два раза. Но руководство Армении не пошло на это. Один раз, второй раз. И уже когда противник дошел до Шуши, уже Россия сама вошла туда со своим миротворческим контингентом. Она могла бы этого не делать. Почему она это сделала? Для того, чтобы сохранить Нагорный Карабах и сохранить армян Нагорного Карабаха. А мы, ну не мы, конечно, а вот некоторые товарищи в Армении обвиняют в этом Россию. Да надо России спасибо сказать за то, что она хотя бы сохранила то, что сегодня есть. Вот некоторые представители российской власти, например, Леонид Калашников, выступая, давая интервью, высказывают позицию, что Армения должна самостоятельно выстраивать отношения с Турцией. Армении выступает за коридор, за открытие коридора через Сюник, хотя в соглашении нет такого понятия, как коридор. Есть открытие региональных коммуникаций. То есть, если представители российской власти подталкивают Армению самостоятельно выстраивать отношения с Турцией, то Армения может, как Грузия и ряд других стран, просто пойти в сторону НАТО. То есть, к чему подталкивает Россия? Вы знаете, в России, так же, как и в Армении, очень разные, так сказать, есть течения, которые лоббируют разные позиции. Но последнее слово за президентом России. Поэтому нужно ориентироваться именно на позицию президента, а не тех выскочек, которые выскакивают и говорят что-то в пользу Турции или в пользу Азербайджана. Но есть депутаты, которые выступают с проармянских позиций. Они также негативно воспринимаются в Азербайджане. Если какой-то депутат выступил с таким заявлением, это не значит, что это Россия выступает. Депутатов много. Более 400. И каждый имеет свою позицию, каждый имеет свое мнение. И он высказывает свое мнение или мнение своего, так сказать, электората. Но когда это делают политологи, эксперты, это не воспринимается как позиция России. Но когда это делает представитель власти, тем более, что он председатель комитета по делам СНГ и евразийской интеграции, то это больше воспринимается уже как позиция государственной политики. Я не могу утверждать, насколько ангажирован тот же Калашников или другие депутаты, которые выступают с такими. Потому что у меня нет таких сведений. Но явно чувствуется, что эти высказывания идут в разрез интересов и России, и Армении, и в пользу Турции. Но делать выводы нужно самим. И не надо горячиться. Нужно выполнять условия договора между Россией и Арменией. Кстати, этот договор, наверное, нужно пересмотреть. И новый договор отношений между Арменией и Россией нужно подписать. Когда это и кто сделает, я не могу сказать, потому что я не имею этих сведений. Но мне кажется, что настало это время. Это первое. И второе, огромное количество политологов сегодня есть, которые выступают именно. Вот они уже точно ангажированы. И есть политологи, которые даже не отрицают свою, так сказать, проазербайджанскую или протурецкую позицию. И все, что они говорят в эфире российского телевидения, это все против Армении и за турецко-азербайджанские, так сказать, можно их назвать лоббистами. Но они одного не понимают, и многие даже в Армении не понимают, что они выступают этим и против самой России. Хотя они бьют кулаком себя в грудь и выступают в качестве патриотов России. Совершенно не так. Человек, который выступает, российский политолог, который выступает против Армении, он автоматически становится антироссийским элементом. Это мое личное мнение. Григорий Юрьевич, спасибо вам большое за интересное интервью. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова